Пироговский лесопарк На самом деле за последние годы это уже сформировавшееся место притяжения наших мытищенцев. Я рад, что и здесь помимо лыжни, горок, просто времени отдыха появляется вот такой замечательный каток по программе губернатора «Зима в Подмосковье». Я считаю, получилась очень хорошая площадка. Она с освещением. Опять же у нас лавочки здесь. Также недалеко у нас теплые раздевалки. Ну и, соответственно, наше фирменное брендирование, которое по области идет «Зима в Подмосковье». Надеемся, что этот каток, как и лыжня, будет востребован среди наших жителей. Мы открыли, мы ждем всех. И всех, естественно, с наступающим Новым годом. И мытищенцы не заставили себя ждать. Уже с утра каток в Матищенском лесопарке заняли любители активного образа жизни. Это очень здорово, потому что поблизости, прямо рядом с домом, в пешей доступности нет катков. А здесь можно совместить и на тюбинге покататься, с детьми погулять, на катке покататься, на лыжах прийти. Поэтому очень здорово. Очень классно. Я ждала эту зиму. Я очень люблю, когда вот... Смотрите, какая природа, как красиво. Очень здорово. Все супер. Я очень часто здесь бываю с семьей. Сегодня, к сожалению, одна вся немножко занята. Красота, свежий воздух. Каток просто потрясающий. Это лучшее место, мне кажется, вообще, что можно было вообще сделать тут. Супер. В Центральном парке состоялась развлекательная программа «Новогодние приключения» в городе М. Несмотря на мороз, на площади у фонтана собралось более тысячи участников. Помимо интерактивного шоу, их ждали вкусные угощения и сувениры. В рамках программы «Зима в Подмосковье» уже несколько выходных назад у нас началась развлекательная программа для детей, собственно, для их родителей. И с 1 по 9 января ежедневно тоже будут проходить развлекательные мероприятия для детей. И мы всех ждем и будем рады видеть в наших парках. Праздник устроили для воспитанников социально-реабилитационного центра преображения. С подарками к ребятам приехал депутат Московской областной думы Михаил Бурзаков. Мальчишки и девчонки ждали его с особым нетерпением. Ты Майкрафт. Так. Дальше набор слаймов. Набор слаймов. Я! О, они даже помнят, что кто заказывал. Такой не таки. Конечно. Я давно хотела автоботы и Лего Майкрафт. Ну, вообще, у меня уже есть одно Лего такое, которое уже растерялось. Маша, Даня, Егор, Илья и Степа тут же применили новинки к своим задумкам. В преддверии Нового года исполнились мечты всех ребят из Преображения. В рамках всероссийской ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» «Зимний волшебник» и «Снегурочка» поздравили с Новым годом самых юных пассажиров железной дороги. Привет! Смотри, у нас полицейский Дед Мороз. У него такой сказочный. Он полицейский Дед Мороз. Смотри. Или что ли? Полиция. Да, просто сказанный волшебным очкам превращается в Деда Мороза. И рассказывает детям, как нужно себя вести на железной дороге. Проводим акцию при содействии комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудников РЖД. Поэтому такая, можно сказать, совместная работа по профилактике травматизма и напоминание детям о правилах безопасности и поднятии настроения перед Новым годом. Ребятам вручили раскраски, сладкие подарки и пожелали здоровья, успехов в учебе и исполнения самых заветных желаний. А кроме того, рассказали о правилах безопасности и вручили памятки, что железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности. Поздравительные открытки направили своим друзьям, родным и близким учащейся детской архитектурно-художественной школы «Архимед». Но прежде картины, которые изображены на открытках, прошли конкурсный отбор. Этой традиции уже несколько лет, и она помогает ребятам создать новогоднее настроение. Самая первая работа была сделана на диктанте, который проводился во всей школе. И после учительница подошла и сказала, что очень понравилась техника, и в будущем хотят сделать открытки. И если есть возможность, чтобы я попробовала и нарисовала еще несколько. Я считаю, что очень интересная акция, потому что она прибавляет, то есть все больше и больше людей на наших просторах нашей Родины узнает о мытищах, что есть такой город и есть такие талантливые ребята в нем. Названы победители 11-го турнира по волейболу «Остров здоровья». В соревнованиях принимают участие непрофессиональные спортсмены. В этом году за призовые места сражались 10 команд. Финальные игры прошли в конце декабря, а в преддверии Нового года в торжественной обстановке любители активного образа жизни подвели итоги. Их приветствовали солист Московского театра «Опереты», заслуженный артист Мордовии Валерий Исляйкин, а также Дед Мороз и Снегурочка. Играем всегда по круговой. Начали мы в ноябре и как раз закончили 29 декабря награждение. Четыре команды, которые вышли в финальный круг, сыграли между собой и определились победители и призеры. Третье место заняла команда Кваква-парка, второе место заняла команда Школы 25-й и первое место команда Удача. Ну, они, наверное, так и выбрали название Удача для того, чтобы победить. Ну, на самом деле там молодые ребята и играют очень хорошо. Общественный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до 3 часов. В выходные дни автобусы перейдут на график воскресного дня, в остальные по расписанию субботы. Для оперативного реагирования в новогодние каникулы продолжит работу штаб областного Минтранса. Детские и взрослые поликлиники, стоматологии, а также женские консультации будут работать все новогодние праздники, кроме 1 и 7 января. По такому графику будут открыты пункты вакцинации в поликлиниках. С 8 утра и до 23 часов будут нести дежурство специалисты службы неотложной помощи. А чтобы помощь медиков не понадобилась, соблюдайте правила. В новогоднюю ночь запускать петарды и фейерверки можно будет только на специализированных площадках. Таких мест в округе определили 20. Основные из них – набережная реки Яуза за поликлиникой номер 5, в микрорайоне Пироговский у ДК Подмосковья, в деревне Федоскино около спортивной площадки. Полный список мест, где еще можно не опасаясь запускать пиротехнику, размещен на официальном сайте округа. Будьте осторожны при обращении с пиротехникой.